Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы поговорим сейчас о первой главе первого послания апостолов Павла к фессалоникийцам. Это послание, по-видимому, является одним из самых первых, самых ранних письменных документов, вошедших в состав Нового Завета. Оно записано, скорее всего, раньше всех других Евангелий и, конечно, раньше других посланий, которые мы в Новом Завете обнаруживаем. Община в Фессалонике была основана апостолом Павлом вскоре после апостольского собора 49-го года. Ориентировочно можно говорить, что примерно в 50-м году. И вскоре после основания этой общины апостол, который был вынужден покинуть Фессалоники, обращается к христианам в Фессалонике с письмом для того, чтобы, как он сам пишет, укрепить их в вере. Ориентировочное тоже довольно приблизительное все-таки, довольно уверенно называемое разными авторами. Дата написания письма примерно 51-52 год, то есть где-то, может быть, через год-два после основания общины в Фессалониках. Это письмо довольно краткое, и в то же время в нем содержится целый ряд важных мыслей и важных выражений для апостола, потому что кроме самих по себе идей, еще ведь очень важно, как именно он эти идеи пытается выразить и донести до своего читателя. И вот в этом кратком послании действительно мы обнаруживаем некоторые чрезвычайно важные вещи. Первая глава этого послания, состоящая из всего 10 стихов, в сущности, такое развернутое приветствие, где апостолы вместе со своими сотрудниками, Силуаном и Тимофеем, обращаются к общине христиан в Фессалониках и говорят церкви фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога. Собственно, не так ясно звучит это выражение в русском языке, может создаться впечатление, что имеется в виду церкви фессалоникийской в Боге Отце. Не совсем. Павел говорит о том, что вот мы, Павел, Силуан и Тимофей, обращаемся к этой церкви и передаем вам благодать и мир от Бога. И мы это делаем, обращаясь к вам в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Вообще говоря, довольно важная для апостола в его служении мысль, он часто повторяет, что на самом деле, если бы он не действовал в Боге или действовал не в Боге, то ничего бы вообще у него бы не выходило и не было возможно. Вот он говорит о том, что благодать вам и мир, дар Божий и мир от Бога мы преподаем вам, мы обращаем к вам этот благой дар и мир, будучи сами, пребывая сами в Боге и Господе нашему Иисусе Христе. И далее апостол говорит о том, что он всегда благодарит Бога, вспоминая о христианах фессалоник. Но видите, с одной стороны, он часто во многих очень посланиях говорит об этом, говорит о том, что он благодарит Бога за людей, которым он обращается, за тех, кто последовали за апостолом, кто стали христианами, кто уверовали в результате его проповеди. И все-таки очень важно обратить внимание на то, что Павел именно благодарит, именно благодарит Бога вот за этих людей, не превозносится, не считает их обращение какой-нибудь своей заслугой или даром от Павла Богу. Он говорит о том, что я Бога за вас благодарю, за то, что вот вы есть, за то, что вы вошли в церковь, благодарю, вспоминая о вас в молитвах и непрестанно помня. Дальше апостол говорит о трех удивительных, важных вещах, которые он о фессалоникийцах все время помнит. Дело веры, труд любви и терпение упования. И если о терпении упования мы более или менее можем понимать, что имеется в виду, что значит уповать на Господа Иисуса, и в этом уповании терпеть, пребывать в терпении, потому что любая жизнь достаточно трудная, и в ней много скорбей, а в жизни тех христиан, к которым апостол обращается, конечно, тем более, потому что они все время балансировали, так сказать, на грани гонения с того самого момента, как Павел проповедовал в фессалониках. Поэтому, говоря о терпении упования, повторю, более или менее мы можем это понять. А вот два других выражения, видите, апостол говорит о деле веры, деле веры, и это скорее неожиданность для современного читателя, потому что мы довольно часто путаемся. То мы говорим, что вот в одном месте написано, что вера без дел мертва, то мы полагаем, что вера – это какие-то знания или формулировки, которые мы принимаем без доказательств. А апостол предлагает своему читателю, собственно, этим фессалоникинцам увидеть, что вот это их дело – быть в вере, стоять в вере, доверять Господу Иисусу Христу. Об этом еще дальше апостол будет говорить. И, конечно, чрезвычайно важное выражение – труд любви. Современный человек в силу разных исторических особенностей нашего развития, о которых, по большому счету, не так интересно говорить. Современный человек считает, что любовью называют что-то такое мимолетное, что приходит и уходит, и, собственно, путая это дело с эмоциональными переживаниями, с выделением дофамина в глубинных отделах головного мозга. Понимаете? А апостол предлагает увидеть это по-другому. Сегодня, когда мы оправдываем разрыв отношений друг с другом, причем, надо сказать, как в семейных отношениях, так и в социальных, в отношениях между крупными социальными группами, вот любовь ушла, и все вроде как этим объясняется. Это что-то такое мимолетное, что прилетает, улетает, и все. Апостол говорит о том, что это труд. Любить ближнего, любить друг друга – это труд. Огромный, большой, настоящий труд. Поэтому он говорит, я благодарю Бога, непрестанно помню о том, что вы этот труд любви совершаете. И я думаю, что для сегодняшнего читателя очень важно увидеть это выражение, постараться вслужиться в него, потому что за ним, в первую очередь, кроется то, что апостол считает любовь вещью не само собой разумеющейся, и не тем, что ветром навевает какими-то неиздешними силами. Это то, над чем мы призваны трудиться. Оно приходит в результате усилий, которые совершает человек. Когда Господь Иисус говорит в Евангелии, Царство Божие силой берется, и употребляющие усилия восхищают его, он, в общем, говорит примерно о том же самом. О том, что труд, усилия, которые мы совершаем для того, чтобы любовь была в нашем сердце, для того, чтобы Царство Божие было в нашем сердце, это совершенно необходимо. Это не происходит само собой. Когда апостол Павел говорит о благодати, мы чаще всего понимаем так, что опять-таки это что-то невидимое налетело откуда-то из-за облаков и изменило нечто в наших отношениях, в наших сердцах, в наших душах, подразумевая, что вот это благой дар, который дается нам без нашего участия и без нашего труда. Но на самом деле апостол скорее все же видит и называет благим даром Бога то, над чем мы трудимся, то любовь, над которой мы трудимся и которую мы реализуем своими усилиями. Далее апостол говорит о том, что вот вы, возлюбленные братья, знаете, что благовествование мое было не только в слове, но и в силе. И вы, говорит он, сделались подражателями нам и Господу. В других местах апостол пишет, подражайте мне, как я Христу. Вы сделались подражателями нам и Господу. И это тоже чрезвычайно важная и учительная вещь, потому что на протяжении, может быть, всей истории люди, в том числе в своих религиозных проявлениях, в своих попытках встречи с Богом, диалога с Ним, если вообще это осознается, как попытки диалога, стараются подражать другим, подражать друг другу. И большей частью в качестве объектов для подражания выбираются персонажи, по возможности, впечатляющие, по возможности, экзотические какие-нибудь. И нам предлагают делать жизнь, ну, там, не с товарища Дзержинского, ну, с каких-нибудь еще людей совершенно ни на что не похожих. И очень часто это заводит нас в тупик, потому что вот эти попытки подражания ни в какую эпоху большим положительным результатом не приводят. И вот апостол говорит своим читателям о том, что по большому счету единственные, кому можно и нужно подражать, это Господь Иисус Христос. И себя он приводит в пример, именно потому что он сам, апостол, сам подражает Господу Иисусу Христу. В первую очередь апостол имеет в виду подражание Христу в любви, в милосердии, в соотнесенности всей жизни, всех поступков с Отцом Небесным. Вот это подражание Богу, подражание Христу, на самом деле чрезвычайно важная вещь. Может быть, это и делает нас по-настоящему христианами. И, конечно, для того, чтобы подражать Господу Иисусу Христу, необходимо, чтобы благая весть о нем, Евангелие, как выражается апостол Павел, действительно входило в ум и в сердце, как в заповеди сказано, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всем разумением твоим». Вот в этой самой первой главе апостол радуется и говорит, «Я благодарю Бога за то, что вот вы в этом труде любви подражаете Христу, подражаете Христу». И удивительно, что на самом деле апостол дальше может говорить, может себе позволить говорить о том, как он скучает, как он любит, как он тревожится о фессалоникийцах, но по большому счету он уверен в них, потому что он призывает их подражать Христу. И когда люди подражают Христу, мы можем доверять Богу их жизненный путь, их духовную жизнь и вообще всю жизнь в целом. Это удивительный такой и очень важный эффект. Апостол может себе позволить не зависать мелочно над душами каждого из своих учеников, из своих читателей, потому что направляет их к тому, чтобы подражать Христу. И еще в первой главе апостол свидетельствует о том, что теперь по всей Греции, Македонии прошла слава о вашей вере, и уже никому ничего не надо рассказывать, когда Павел приходит в какие-то греческие города, там уже знают о его проповеди, потому что знают о жизни и верности христиан-фессалоник. Вот Павел поэтому пишет, они сами сказывают, что мы делали, что произошло в фессалониках, как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Для того времени, конечно, это очень важная вещь и понятная читателям, обратиться к Богу от идолов и служить Богу живому и истинному. Но по большому счету, понимаете, идолопоклонство тоже вещь очень серьезная, очень опасная, которая характерна отнюдь не только для жителей фессалоник первого столетия. Это тоже то, над чем надо задуматься. Что значит служить Богу живому и истинному? Вот, собственно, вся конструкция первой главы говорит о том, что апостол считает именно это дело веры, труд любви и терпения упования, тем самым служением Богу живому и истинному. Ну и тоже не забудем всерьез воспринять вот это выражение апостола «Бог живой и истинный». Это ведь далеко не только слова, но это откровение о Боге, некоторое утверждение позитивное. Что мы можем о Боге сказать? Мы можем сказать о нем, что он истинный, настоящий, и что он живой. Часто тоже мы предпочли бы, чтобы Бог был либо автоматом, либо бессловесным и недвижным идолом. Апостол как раз говорит о том, что на самом деле Бог живой, в его сердце есть это движение жизни. И встреча с Богом – это всегда встреча с личностью. Поэтому он и говорит о том, что вы, фессалоникийцы, обратились к Богу живому и истинному, ожидая с небес Сына Его. Тогда, в 50-е годы, во всяком случае, ожидание Второго пришествия было для всех христиан важной очень темой, и для Павла в том числе. Хотя, надо сказать, что где-то, может быть, лет через 10 после написания этого послания, ближе к середине 60-х, по-видимому, взгляд апостола, да и других христиан, на Второе пришествие эволюционировал, несколько менялся. Потому что то ожидание Второго пришествия, которое должно вот-вот случиться, вот прямо сейчас, день-два, месяц осталось, да, это ожидание, которое было характерно для начала 50-х годов, оно сменяется более трезвым и более глубоким пониманием того, что, во-первых, время, сроки, когда это произойдет, не так хорошо известно, а, во-вторых, появляется то, что в современном богословии называют реализованной эсхатологией, представление о том, что то Второе пришествие, которое еще когда-то произойдет в истории мира, в жизни христиан уже происходит здесь и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok